В ленте тиктока увидела способ засолки помидорчиков, газированных, с сухой горчицей. Вот решила попробовать. Так вот меня обманули. Купила набор для солки. Но тут немного укропа, пришлось закупать. Перчик болгарский я люблю. Вишню нарвала во дворе. И утренняя у меня готовка. Это у меня кабачки мои любимые на гриле. А это овощи второй порции. Вот так, что сейчас буду солить. Готовим раствор. В рецепте на 1 литр воды, родниковой либо фильтрованной, на 1 литр 2 ложки соли, 1 ложка сахара и 1 ложка сухой горчицы порошком. У меня, значит, 3-х литровая банка. В ролике автора, значит, 5-ти литровая, на которую пошло 2 литра вот такого вот, значит, солевого раствора. Но на 3 литра я рассчитала, значит, 1,7. Полтора мало, два много. В общем, на 3 литра 1,7. Хорошенько размешиваю и сейчас все это залью. Вот такая у меня симпатичная баночка. Сейчас будем заливать рассол. На 3-х литровую банку 1,7 рассола не хватило. Надо добавлять, значит, 2 литра. Благодаря тому, что здесь в рассоле горчица, автор обещает, что плесенью вот это вот чудо не покроется. Она убирала в погреб на 2 месяца, но я считаю, век скоростей. Это вообще лишено логики. А на 3 дня вполне. 3-х литровую банку 2 литра рассола. Вот такая вот получилась красота. Она даже на вид уже вкусная. 3 дня оставляем ее в тепле, на кухне, ну или где там вам удобно, в комнатном помещении, в помещении с комнатной температурой. Накрываем крышечкой и ждем. Через 3 дня пробуем и убираем в холодильник. Помидорчики получились охрененные. Просто изумительные. Не кислые, не соленые, ну просто сказка. Чеснок после 3-х суток практически свежий, сырой. А вот болгарский перчик по вкусу горький, словно слишком много соли. Может быть как раз он все это взял. Первый раз... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...